Приветствую вас. Давайте я сперва поясню некоторые моменты, которые важно понять перед тем, как отвечать на ваш вопрос. Потому что есть некоторые тонкости, которые вы не учитываете, ну, в силу, возможно, своего восприятия, в силу, возможно, незнания, вот, в силу субъективности, вот. В психологии не очень приветствуется консультирование людей через третьих лиц. То есть это вот когда кто-то обращается с проблемой другого человека, третьего лица, и говорит, что это типа того, что вот у... у него вот есть проблемы, вот, грубо говоря, грубо говоря, да, вот, есть проблемы. Вот как их решить, эти проблемы? Можно было бы. Вот. То есть это вот такая позиция, она, к сожалению, не приветствуется в психологии, вот, потому что, ну... Ваше восприятие, то, как вы воспринимаете проблему, да, это совсем не то же самое, как её воспринимает, например, ваша дочь, да, потому что, ну, у дочери, может быть, своё мнение, там, на этот счёт, по поводу того, как ей нужно делать, что ей нужно делать, да, и так далее. Вот. И если она, допустим, сама считает, что у неё есть проблемы, то ей, именно ей надо бы как раз обратиться к нам, да, к психологам, для того, чтобы мы уже им, ей, помогли. Вот. Ну, так это, по крайней мере, работает, как правило. Вот. То есть, облицуйте дочери своей, просто факт наличия у неё проблемы, вот. И если она захочет, то мы можем помочь ей, её проблему решить, но не через вас, понимаете, не успокаивать её нужно, а смотреть, что за этим стоит, за, значит, ну, её таким вот стремлением, грубо говоря, найти у других людей болезнь. Я сейчас об этом буду говорить немножко более подробно. Поэтому здесь вот история такая. Дальше. Дальше. Значит, следующий момент, который я хотел бы раскрыть, это момент, связанный с мнением, то есть, вот, именно мнение, в данном случае, допустим, ну, допустим, в данном случае можно говорить о моём мнении, например. Оно вам может не понравиться. То есть, вам может не понравиться то, что я скажу, вот, и я прошу вас отнестись к этому положительно, позитивно, вот, я прошу вас отнестись к этому адекватно, я прошу вас, помнить, что моя цель помочь, вот, даже если, даже если это выглядит как что-то другое, вот, для вас. И так же я хотел бы, чтобы вы помнили о личной ответственности, твоей личной ответственности, вот. То есть, за все чувства, которые у вас вызовет мой ответ, ответственность в первую очередь несёте вы. Я не снимаю с себя ответственность, но моя ответственность заключается в том, чтобы предоставить вам необходимую информацию по проблеме. Да? Вот. А уже, как вы её использовать будете, это уже, к сожалению, задача, лежащая исключительно в вашей компетенции, вот. И, как бы, никто не может за вас решить проблему с того, как вы используете эти знания. Вот. Итак. Моя дочь, детский врач, она хороший врач. Вот смотрите, здесь же история такая, что вы говорите, что она врач, да, детский врач. Значит, это неплохо, действительно, если это особенно вот, ну, пришла до позиции её, да, если ей нравится то, что она делает, то это вообще супер. Вот. Но. Вы говорите, что она хороший врач. Вот. Хороший врач. Хороший. То есть, когда вы говорите, что хороший именно врач. Это оценка. То есть, вы даёте ей оценку. Получается. По факту. Да. И вот это уже субъективная оценка того, что она хороший врач. Ну, вызывает определённые мысли. Какие, например? Ну, например, такие, что вы на неё влияете. Сами того, может быть, не желая, вы влияете на неё. Чтобы она была таким врачом, каким, допустим, ну, вы её, там, грубо говоря, хотели бы видеть. Да? Вот. Потому что, хороший врач, это, ну, не тот. Ещё раз повторю, не тот врач, да? Вот. Который удобряется, ну, именно вам. Понятно, да? О чём, о чём идёт врач, надеюсь. Дальше. Дальше. То есть, вот, что для вас, хороший врач. Её любят пациенты и уважают коллеги. Складывается такое ощущение здесь, что вы идеализируете, идеализируете её. Союз. То есть, я верю, в принципе, верю в то, что её уважают коллеги и любят, значит, ну, любят пациенты. Я верю в это. Но, понимаете, то, что об этом пишете вы, и то, что пишете вы об этом с определенной гордостью, говорит о том, что вам это нравится. Нравится, что так происходит. Нравится, что ваша дочь добилась такого успеха. То есть, как бы, есть одобрение. Одобрение, ну, её деятельности такой вот, её позиции такой вот. Понимаете? То есть, есть одобрение быть хорошим врачом. Таким, как вы это понимаете. Да? То есть, не она, возможно, а вы. Вот. Знаете, какая ситуация? Какая история? Какая тонкость? Тонкость. Вот. Это может накладывать определённый опечаток на неё. На то, как она себя ведёт. На то, что она делает. Вот. Потому что вы, вы одобряете, что она делает. Вы гордитесь её. И она хочет, чтобы вы ей гордились дальше. 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 Она замужем, любящий муж и трое детей. Постоянно тревожится о здоровье родных, особенно детей. Значит, ну и дальше вы описываете историю. Что она ищет у них болезни, начинает искать признаки болезни, мучается там и так далее. Человек чувствует себя спокойно только тогда, когда другие люди болеют. И вот подумайте сами. О чём это может говорить? О том, что если болеть они не будут, то она будет чувствовать себя ненужной. Ну, скорее всего. Скорее всего. Правильно? Вот. Она будет чувствовать, что не нужна. То есть для неё единственный способ быть нужной, это лечить. Лечить. А что такое в данном случае быть нужной? Это власть. Она хочет контролировать своих родных, которых она любит. Я уверен, что она любит. Я знаю, что она их любит. Я не сомневаюсь в том, что она их любит. Но. 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 Несмотря на это. Несмотря на то, что она их любит. Она любит их, видимо, вот так. Через стремление к власти. Через, грубо говоря, страх одиночества. Которое у неё тоже возможно есть. Страх быть ненужной. Вот. Понимаете? Какая история. Равных отношений. Именно равных отношений, когда люди, ну, не болеют, да, когда у людей всё хорошо. Она для себя, скорее всего, не приемляют. То есть ей тяжело признать, что, ну, кто-то может не болеть, да, и если кто-то не болеет, то, соответственно, она не нужна, она не может проявить себя. Вот. Понимаете? И тут уже вопрос заключается в том, а как же вы с ней, именно вы, выстраивали отношения, что она, как бы, вот так воспринимает заботу, с семью и любовь. Ей настолько важно, чтобы кто-то болел, что она перестает есть и пить. То есть ей нужно, чтобы люди болели для того, чтобы себя чувствовать лучше. За этим скроется, как я уже сказал, стремление к власти, к контролю, гиперопека, обязательно гиперопека, потому что, ну, гиперопека, это вообще одна из, одна из самых, ну, одна из самых больных всем таких людей. Вот. И так далее. И так далее. То есть здесь идет некий деструктивный сценарий, некий деструктивный жизненный, некий деструктивный жизненный сценарий, который реализует ваша дочь. Вот. И этот сценарий был вложен вами. Я понимаю, что это будет, это неприятно, но, тем не менее, тем не менее, деструктивный сценарий вложен именно вами. Больше ей не у кого было научиться. Я даже по вашему тексту увидел, что вы гиперопекаете ее тоже. То есть вы склонны к гиперопеке, вы склонны к заботе, к этому же склонна ваша дочь. Потому что, ну, а, другого-то способа, другой-то способ какой проявить свою, как бы, нужность, да? Другого-то способа как бы нет. Вот. Понимаете? Вот. Поэтому, поэтому, в первую очередь вам следует перестать о ней заботиться. Вам следует в первую очередь перестать ее успокаивать. Таких способов, таких слов, чтобы ее успокоить, нет и быть не может. Я даже больше скажу, что это хорошо, что таких-таких слов нет и быть не может. Потому что, если бы такие слова были, то это сделало бы, ну, скажем так, лично, личностное выздоровление человека невозможным. А так, так у нее шанс на то, чтобы выздороветь личностно, еще есть. Вот. Значит, первое. Дистанцируйтесь от нее. Второе. Укажите на то, что ее проблемы, ее проблемы, она должна лечаться самостоятельно. Это правда, она действительно должна свои проблемы решать самостоятельно. Вот. Потому что, ну, а по-другому никак. По-другому никак. Только либо она решит сама свои проблемы, либо проблемы так никогда не решатся. Вот. Вообще. Понимаете? Вот. Поэтому история здесь, она вот именно такая. История здесь именно такого типа. Вот. Вот. То есть вы, как бы, да, своей заботой, своей заботой, в данном случае только лишь вредите ей. К сожалению. Вот. Только, к сожалению, вы ей вредите. Вот. Если вы хотите действительно ей помочь, перестаньте это делать. И, соответственно, согласитесь с ней. Потому что на данный момент у вашей дочери можно наблюдать синдромы, так сказать, синдромы паранояльного типа. То есть она параноика, она везде ищет болезни. И все нужно согласиться, что да, болезни есть. Да, болезни нужны. Да. Твои опасения оправданы. Да. Ты правильно делаешь, что боишься. Потому что. Потому что. Ты боишься, потому что. Тебе это нужно. Вот почему ты боишься. Тебе это необходимо. Как бы говорите вы ей. Понимаете? Вот. Это первое. Второе. Значит. Ее дети. Ее дети. Значит. Они. Как это ни парадоксально. Будут привыкать. Будут привыкать. К тому, что. Значит. У них. Ищут. Болезнь. Ну. Какую-то. Вот. И. Соответственно. если. Если. Она. Не хочет. Такого. Для. Своих. Детей. То. Нужно. 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 Чтобы. Она. Перестала. На них. Проекцировать. Ага. Свой. Ну. Свои. Страхи. Страхи. Как. 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 Она. Делает. Сейчас. Она. Проекцирует. На. Свой. Страх. Страх. Потери. Контроля. Страх. Потери. Контроля. За. Эм. Поиском болезни. Всегда идет. Стремление. Контролю. Вот. А контроль это, собственно говоря, отсутствие лишних границ, отсутствие правил, отсутствие позиции, отсутствие того, как можно и как нельзя, к сожалению. Поэтому здесь тоже обязательно вот такой нюанс, да, нюанс абсолютный и совершенно необходимый, потому что дети потом будут думать, что у них болезнь, и они будут специально болеть, чтобы получить внимание других, а внимание других они получать не будут, потому что далеко не каждый на это соглашается на такой тип отношений. Вот. И по итогу получается только лишь один статус. Негатив и разочарование. Но самое главное, что дети, они приучаются верить. Они приучаются верить в то, что у них действительно есть какие-то болезни, вот, понимаете. И вот это на самом деле есть очень тревожный знак, очень тревожный, тревожный аспект, потому что ваша дочь своим детям вредит очень сильно. Вот. Еще раз повторю. Ключевой фактор для вас, это провести ревизию, провести ревизию, ревизию того, как вы относитесь к ней сами. И перестать ее опекать излишне, если вы это делаете. Быть с ней, ну, построже, скажем так, быть с ней построже. Это тоже очень важный момент. Строгость в данном случае, ну, в данном хорошем смысле слова, строгость. То есть строгость, здесь я имею в виду, не такую строгость, давай там быстро, давай, лечи смерть. А строгость, это именно такая, что, ну, как бы, вот, ты можешь сделать то, что хочешь, да, это как бы твоя позиция. Вот. Но детям ты сейчас родишь. Вот. То есть дайте ей возможность, дайте ей возможность почувствовать себя без поддержки. Вот. И дайте послушать мой ответ мужу и детям. Если дети, если дети взрослые, да, то мужу и детям, мой ответ тоже будет очень полезен, потому что, как бы, они перестанут играть в игру мамину. А вот ребенок, как вот, например, ну, особенно, если это происходит, вот с самого раннего детства, да, ребенок как, вот, он, он думает, он думает, что, ну, как бы, мама, она ищет у него болезни, да, как бы, натяни у него действительно есть. Это в начале, как бы. Вот, в начале это так. Потом, потом, ребенок уже подрастет, он, в принципе, может понимать, что, как бы, болезни у него там, может быть, и нет. Но он видит, что без болезни, без болезни, мама, как бы, ну, грустит, а он не хочет, чтобы она грустила, он ее радует, прикидываясь, как бы, больным, да, воображая у себя болезнью. Вот. И он же это будет применять на протяжении всей своей жизни. Дальше, как бы, ребенок, он будет действовать, вот, ну, примерно вот в таком ключе. Дальше. Понимаете? Я не думаю, что это хорошо для ребенка, для его жизни, дальнейшей. Я не думаю, что это хорошо для мамы, потому что, по сути, происходит, как бы, подкрепление позиции мамы. Вот. Снимается. Поэтому вот, вот то, что, то, что, в принципе, можно было бы вам ответить на ваш вопрос. Так? Я сейчас вычитаю еще. Значит, смотрите. Так. Как ей помочь справиться с этим состоянием? Вот. Понимаете? Сама постановка вопроса, как справиться с, значит, ну, с этим состоянием, да? Она уже неверно в корне, потому что, ээээ, справляться с этим состоянием не нужно. Ему нужно раскрывать это состояние. То есть, что стоит за потребностью видеть болезнь? Да, вот, вот, что стоит? Вот, что ты хочешь? Вот, что ты видишь? Что ты чувствуешь? Что, что тебе... Ээээ, как ты себя чувствуешь? Что ты ощущаешь? Что ты думаешь? Какие у тебя мысли в этот момент? Вот. Как ты себя чувствуешь, когда ты все-таки видишь эти симптомы болезни? Да? Вот. Понимаете? Вот это все важно, это все важно для того, чтобы разобраться с ситуацией. Вот. То есть, это не справляться нужно, не подавлять, да? Не успокаивать, как бы. Вот. А это нужно именно раскрывать. Раскрывать. То есть, что стоит за этим? За этим что стоит? Какие за этим стоит потребности? Именно ее. Да? Ну вот. То есть, понятно, да? Понятно, что объясняю, что справляться, то есть, подавлять, избавляться от этого состояния не нужно. Эээ, что говорить, когда она начинает мне звонить? Эээ, игнорировать эту тему и говорить, что дорогая, я не хочу с тобой это обсуждать. Мы уже сто раз с тобой это говорили. Вот. Если ты считаешь, что у тебя есть проблемы, обращайся к психологу, а я твоя мама, я как бы не должна играть роль психотерапевта. Да? То есть, лишите ее, лишите ее. Вот этой вот возможности вас эксплуатировать, да? То есть, сливать на вас негатив. Вот, лишить ее это возможности, потому что, ну, как бы, хорошего в этом вообще ничего не будет. Вот. То есть, если вам ее жалко, например, если вам ее жаль, что это, опять же, это ваша реакция, ваши эмоции, за которую вы, как я надеюсь, вы помните, несете ответственность. То есть, ответственность за свои эмоции, за свои, эээ, за свои, ну, переживания, да? Несете именно вы. Только вы несете ответственность за то, что, например, вам стало ее жаль. Грубо говоря. Вот. Надеюсь, что вы это, вы это помните. Помните. Вот. Эээ, посмотрите в интернете треугольник Карпмана. Эээ, посмотрите в интернете треугольник Карпмана или треугольник Судьбы, как еще его иногда называют. И вы увидите, что, эээ, вы, по сути, вот в нем, в нем, вы увидите, что вы в этом самом, эээ, треугольнике. И, как бы, этот треугольник, да, он вам, ну, вот, не дает, эээ, выйти из него. То есть вы, эээ, как вот, ну, начали в нем, да, эээ, быть когда-то давно, еще в детстве. Вот. Вы спасали, эээ, свою дочь. Так вот вы и сейчас ее спасаете. А она спасает других. Вот она по-другому не умеет выразить свои чувства. Она по-другому не умеет. Она, наверное, и для себя не живет. Я так вот думаю, что она и для себя не живет. То есть она, эээ, ну, для себя, как бы, ничего не делает. Вообще, да, то есть, эээ, ну, мало что делает для себя, да. Вот. И вы мало что делаете для себя, раз, эээ, вы обращаетесь, эээ, к нам с ее проблемой. Не за своей, заметьте, проблемой, а с ее. Почему, с чего вы обращаетесь к проблемам взрослого человека. Знаете, какая история? Вот это важно. Это важно. И вот, когда вы поменяете свою позицию, то и она ее поменяет. И она ее поменяет. Тоже, тоже. Свою позицию. Ей придется это сделать, потому что на вас больше рассчитывать будет нельзя. Да, будут обиды. Да, будут слезы. Да, будет, эээ, будет негатив. Да, будет, эээ, там, обвинение. Потому что, ну, что жертва всегда, она, из жертвы, эээ, переходит в обвинителя. Рано или поздно в обвинителя, в преследователя. Вот. Но вы, если к тому времени, эээ, почитаете про, эээ, значит, треугольник Карпмана. Вот. Вы уже будете к тому времени, в принципе, эээ, подготовлены достаточно для того, чтобы адекватно на это реагировать. И не позволять, эээ, значит, эээ, дочке, эээ, вами манипулировать. Вот. Только так вы можете ей помочь. Другого пути нет, нет. Другого пути помочь ей нет. Эээ, дальше, эээ, моих аргументов она не слышит, говорит, что ей плохо, как её успокоить. Она хочет, чтобы вы успокаивали её. Понимаете, вот, как это не, эээ, парадоксально звучит, да, но она хочет, чтобы вы её успокаивали. Ей это нужно. То есть, её волнует, эээ, её волнуют не аргументы ваши, она к вам приходит не за аргументами, она приходит именно за успокоением. Она приходит, даже не, даже не за успокоением она приходит, а именно за вниманием. Потому что она, по сути, по сути, это тоже больной человек такой. Вот. Это тоже больной человек. Вот. И она хочет, чтобы вы её, как бы, ну, вылечили. Вот. Она хочет, чтобы вы её вылечили. Вот. Понимаете? Найс. И, собственно, это то, что вы делаете. Вот. Она от вас энергией подпитается, ну, немножко. И идёт дальше. Других. Вот. Своей энергией, своей энергией она не, свою энергию она не использует. Она не привыкла полагаться на себя. Правильно? Во. Правильно. Потому что у неё есть твой, которая всегда, там, поддержка, которая всегда поможет. Ну, что-то и так, и так далее. Вот. Ну, хорошо ли это? Для неё, для вас. Как вы считаете? Нет? Конечно, нет. Нет. Хорошо. Так-то. А, успокаивать её, это что значит? Успокаивать её, это значит играть в её игру. То есть, убеждать её в том, именно убеждать в том, что, нет, доченька, ты не права. Там, ничего нет такого, болезни нет, ты не права, твои дети не болеют. Вот. Она вот вас послушает, 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 а? Ну вот. Зарядится энергией вашей и идёт дальше с полными силами искать болезни у других. Вот. Понимаете? Поэтому, когда вы её успокаиваете, вы ещё больше провоцируете у неё. Такое поведение. Наверное, она не верит вам. Вот. И не поверит, ей не выгодно, чтобы вы были правы. Вот. Совершенно. Вообще. Абсолютно. Ей не выгодно никак. Чтобы вы были правы. Если вы будете правы, то что ей это делать? Она же по-другому не умеет себя вести. Она же по-другому не знает, как себя вести. Вот. Понимаете? Вот. Поэтому здесь вот так, в принципе. Здесь вот так. Вот так. Ну вот. Надеюсь, что мой ответ полезен вам был. Надеюсь, что вы получили для себя письмо для размышлений. Вот. Надеюсь, что это будет для вас интересно. Надеюсь, что вы адекватно восприняли критику, которую, ну, как бы мне пришлось высказать. И в адрес того, как вы себя с ней повели. И в адрес того, как дочь себя ведет. И, значит, по поводу выбора средств решения проблемы. Тоже, надеюсь, вы услышали меня. Вот. Потому что, ну, потому что это важно. Да? Потому что, это вот так, как обстоят дела, да? С точки зрения психологии. Ага. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь. Ага. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, значит, обязательно порекомендуйте дочери данный ресурс. Чтобы она пришла. Чтобы мы ей помогли. Чтобы мы решили вместе с ней ее проблемы. Подкорректировали ее поведение. Но будьте к тому готовы, что если она будет работать с нами, то она будет меньше в вас нуждаться. Она будет меньше звонить. Она будет меньше общаться. Она будет общаться с вами не из позиции жестовых, как сейчас, а как взрослый, равный вам человек. Готовы ли вы к этому? И не нужна ли помощь вам для того, чтобы принять такое изменение в ее поведении? Не помню, говорили или нет. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok